МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк, ведущая информационной программы «День города». Смотрите в сегодняшнем выпуске. Железный поток. Мутные сливы мехзавода. Мандат достойному. Бывший депутат Госдумы Александр Шерин закроет вакансию в облдуме. Ювелирная работа в этом сезоне и рязанские археологи снова рассчитывают на сенсации. Как только идет дождь, так сразу наводнение. К такой картине жители одного из садовых обществ в районе мехзавода вроде как уже привыкли, но мириться с этим никак не хотят. Сам поселок расположен в низине, и все стоечные воды текут прямо на огороды. И это только полбеды. Сами стоки, говорят местные жители, несут в себе угрозу. Вот посмотрите, что-то есть. Вообще просто, жесть. Такой вот водопад своего названия от местных жителей еще не получал. По крайней мере, цензурного точно. Да и появляется новая достопримечательность поселка Мягзавод только после мощного ливня. Дождевая вода цвета глины стекает с холма водопада и устремляет свои потоки прямо на дома дачников садового товарищества «Павловская». Вот прямо под этой калиткой течет к ним сюда, потом переходит вот на этот участок и течет к нам, к соседям. Следующие соседи, вот соседи, следующие, и все стоит рыжей водой. А там сверху на холме один за другим стоят два завода. Ближе к краю – Евраз Металлымпром. Чуть подальше – Рязанский кирпичный завод. Но рыжая вода стекает только первый год. В предыдущие два была дождевая, говорят жители. И все это время письма летели во все инстанции. Министерство природопользования, природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и другие. Заводу Евразу, префектура наша написала предписание, здесь письмо, они написали предписание о том, что устраните, пожалуйста, проблему. Евраз проблему не устранил, и префектура эту трубу просто глиной забила. У Евраза начал топить территорию, они сделали еще один пробой, и эта вода все равно идет к нам. Читаем ответ дирекции благоустройства города. Цитата, «Причиной образования излишних стоков может также служить отсутствие или сильное загрязнение системы водоотведения у АО РКЗ». А вот ответ управления по делам территорий города. Здесь виновников сразу несколько. Мол, водопад берет начало в кирпичном заводе, течет через Евраз и в низину, прямо на садоводческое товарищество. Но в потопе винят и дачников. В ответе администрации говорится, что кто-то из садоводов засыпал дренажную систему. Вот вода и пошла в огород. А где-то между этими точками ливневый поток проходит через пласт глины, приобретая свой незабываемый оттенок. Ну вот, в общем-то, гора вон там вдалеке. И откуда-то с нее течет эта струя. Течет, течет вдоль забора и утекает к нам. Сейчас это настоящий круговорот воды. С дождем она попадает на участки СНТ. Откачивают ее на свои собственные средства. И ждут следующего дождя. Мы продолжим следить за ситуацией и направим свои запросы всем надзорным инстанциям. Сегодня Рязанская областная дума досрочно прекратила полномочия депутата от ЛДПР Никиты Усачева в связи с обвинительным заключением суда. Приговор по делу о махинациях с деньгами на депутатскую деятельность вступил в законную силу 15 июня. В связи с этим Никита Усачев написал заявление о сложении полномочий. Он входил в состав Комитета по аграрным вопросам, а также в Комитет по экологии и природопользованию. На своей страничке теперь уже экс-депутат разъяснил свою позицию. История с блуждающим депутатским мандатом Рязанской областной думы ведет свое начало с ноября прошлого года, когда Советский районный суд признал нескольких депутатов от ЛДПР виновными в махинациях с компенсациями на депутатскую деятельность, еще когда они были в Рязанской городской думе. Маховик правосудия закрутился не сразу, обвиняемые заявляли, что дело в технической ошибке, тем не менее всей группе народных избранников придется или уже пришлось сложить полномочия. Никита Усачев у себя на страничке в соцсети выложил пост с разъяснением своей позиции и мнением, к кому теперь должен перейти депутатский мандат. И мандат получает участник специальной военной операции, которая уже более полугода находится на линии фронта. Участник чеченской компании, бывший депутат Государственной думы и бывший депутат Рязанской областной думы. Это Шерин Александр Николаевич. Я, честно говоря, не вижу более достойного кандидата из списков на выборы в Рязанскую областную думу партии ЛДПР. Я не вижу более достойного, чем участник специальной военной операции. Сам Александр Шерин тут же ответил Никите Усачеву в комментарии, написав «спасибо за поступок». Недавно он уже заявлял, что отказываться от мандата не станет, а сегодня рано утром выложил вот такое видео зоны проведения СВО с зачитыванием детских писем настоящим русским солдатам. Нам просто из Липецки гуманитарка поставляла, и среди них были эти решения. Понятно, да? Поэтому в каждом блиндаже, командир, разместите. Сделаем. Вот детишки как в вас верят. Дорогой солдат, здравствуй. Пишет тебе ученица пятого класса. Кира, мы хорошо живем, учимся, и это все благодаря тебе. Возвращайся домой, дорогой солдат. Мы тебя ждем. Спасибо тебе, что ты защищаешь нашу родину. Будь здоров и счастлив. Удачи, до свидания. Когда будет немножечко так тяжело, грустно, печально, помните, что мы все это делаем ради наших детей. Это самые светлые, самые искренние, самые, наверное, доверчивые, но в этом плане самые правдивые люди, которые вам что-то пишут. Сейчас офицер ВДВ Александр Шерин участвует в СВО. Ранее он отказался от мандата депутата Гордумы, срок полномочий, который истекает в сентябре. Сам же Никита Усачев заявил, что тоже намерен отправиться в зону проведения спецоперации. В России продолжается конкурс по выбору «Дерево года». Его проводят с 2017 года. В номинации принимают участие удивительные деревья, произрастающие в разных регионах. Настоящее природное, культурное, историческое и духовное наследие страны. В списке 69 участников. Рязанская область, напомню, представляет черешчатый дуб Пожалуйстаина. О нем мы уже рассказывали. Голосование за звание главного дерева страны проводится на сайте проекта russderewa.ru до 1 августа. В списке дуб Пожалуйстаина значится под номером 52. С июня в списке он утратил две позиции и теперь занимает в рейтинге 21 место. Практически с тем же результатом у него немного более полутора тысячи голосов. Руководству субъекта Российской Федерации, на территории которого произрастает дерево, победившее в конкурсе, вручается диплом победителя, а также сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий. С этой недели рязанские археологи начинают новый сезон раскопок. Основные локации – Старая Рязань и Переславль Рязанский. О находках прошлых лет и ожиданиях этого лета нашей съемочной группе рассказал руководитель экспедиции Игорь Стрекалов. Городище Старая Рязань, некогда центр Рязанского княжества, ныне одно из крупнейших городищ, которые исследуют археологи. Впервые внимание на это место обратили после того, как летом 1822 года крестьяне случайно обнаружили ценный клад золотых украшений. Около 50 золотых ювелирных изделий весом более 2 килограмм. Сегодня предметы этого клада являются достойными экспонатами оружейной палаты Московского Кремля. Однако масштабные археологические работы здесь начались гораздо позже. За все время найдено более 13 кладов. При этом исследовано, по мнению специалистов, не более 5-6% территории древнего поселения. Каждый сезон дает немало интересных открытий. В прошлом году, например, найдены предметы, каких в древнерусских поселениях до сих пор еще не находили. Обычные вещи – бронзовые гвоздики, при помощи которых обивали мебель, сундучки, что-то такое. А этот гвоздик, мы их часто находим, но этот гвоздик был необычен, что на нем изображено какое-то лицо человека. С лицами в прошлом году было не все так просто. Мы нашли еще и второй предмет, где изображено лицо человека. Это перстень медный с каменной вставкой, на которой изображено какое-то лицо. Но мы, опять же, ничего подобного в русской культуре, в древнерусской культуре не видели никогда. То есть вещь уникальная и явно не местного производства. Вот этот перстень, камень, тоже пока не ясно, какой это камень, но очень похожий на жадеид. И, возможно, это производство какое-то с Дальнего Востока, Китая или что-то похожее. Оттуда этот предмет попал в Старую Рязань. Это говорит нам о том, какие были широкие связи у города. И, в общем-то, то, что жили там люди, не самые бедные. Так называемый 47-й раскоп, где продолжат работу археологи и в этом году место, в котором располагались усадьбы довольно зажиточных горожан. Две усадьбы ювелиров удалось исследовать, а в этом году ожидания найти не меньше. И мы сейчас исследуем уже, возможно, участок, где располагалась третья усадьба. Кому принадлежала эта третья усадьба, пока мы сказать не можем. В общем, может быть, это был еще один ювелир, может быть, кто-то еще, но поскольку эта часть города была достаточно престижной и жили там люди непростые, а жили там люди в основном зажиточные и ювелиры относились к числу таких вот людей, то мы надеемся, что и третья усадьба, которую мы начнем в этом году исследовать, она нам даст не менее интересные находки и что-то новое о жизни города в эпоху его расцвета. Серьезные открытия только впереди, и стать причастным к ним может каждый. Ежегодно в экспедиции участвуют волонтеры, и в этом году лагерь археологов готов принять желающих работать на раскопах. Многие находки последних лет будут выставлены в новом здании музея, открытие которого запланировано на декабрь этого года. Кстати, нам обещают сенсацию. В новом здании представят находку, которую общественность еще не видела. В регионе как-то резко участились аварии с несовершеннолетними за рулем. В госавтоинспекции говорят зачастую ответственность за такие дорожно-транспортные происшествия на родителях. И никаких поблажек в таких случаях не предусмотрено. Это фотографии с места аварии в Клепяковском районе. За рулем мотоцикла сидел 10-летний ребенок. Его пассажиру было и того меньше – 8. Как выяснили сотрудники госавтоинспекции, эти парубки – главные виновники ДТП. Мол, разогнались слишком быстро. Потом столкновение с Митсубиси Паджеро, скорая. Хорошо еще, что живо остались. Госавтоинспекция напоминает, что управлять даже маломощными мопедами возможно только при достижении 16-летнего возраста и наличии водительского удостоверения категории М. Последствия для юных водителей мототранспортных средств также могут последовать в виде материальных затрат. Совокупность всех штрафов только в одном случае приводит к выплате значительной суммы. Если нарушителем является несовершеннолетним, сведения о возникшем факте направляются в инспекцию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия соответствующего решения. А пока водительского удостоверения нет, лучше управлять машиной только в компьютерных симуляторах. Доступ же к ключам от реального мото- и автотранспорта детям лучше ограничить. А то может произойти и такое. В селе Печорнике Михайловского района 15-летний подросток, управляя мотоциклом Кая, двигаясь с 14-летним пассажиром, по предварительной информации пытаясь избежать столкновения с другим транспортным средством, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия подростки получили травмы и были госпитализированы. Госавтоинспекция провела проверку. Установили, что этот самый Кая является питбайком. То есть на дорогах общего пользования ездить на нем нельзя. А во-вторых, сам транспорт стоял в гараже в свободном доступе. Разумеется, законный представитель несовершеннолетнего получил штраф 500 рублей. А вот владелец питбайка 30 тысяч. За то, что передал управление лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. Считанные дни остались до конца первого летнего месяца. Но вот по-настоящему летних дней было за этот период совсем немного. Наступление жары многие ждали. И вот, кажется, впереди маячат знойные деньки. По крайней мере, по обещанию синоптиков, температуры ожидаются выше нормы. В июле в Рязани по предварительным долгосрочным прогнозам погоды ожидается температура выше климатической нормы. Будет 25-30. В отдельные периоды, возможно, где-то и выше. Температура поднимется. Но 40 градусов ждать не стоит. Не тот регион. При этом периоды жары будут несколько увеличены по сравнению с прошлым годом. Если в 2022 году жара длилась около трех недель, в этом может составить месяц и более. При этом сильных осадков в июле не прогнозируется. Дождей будет минимум ниже нормы для этого месяца. Конечно, совсем без них не обойдется, но каких-то заливных ждать не стоит. Правда, в июле возможны грозы. Согласно прогнозу, если температура постоянно будет высокой, то никаких катаклизмов в плане ураганов ждать не стоит. Такие катаклизмы характерны для резко меняющихся температур. В жаркую погоду вырастает вероятность пожаров. Поэтому любое неосторожное движение с сигаретами или открытым огнем в жару может привести к печальным последствиям. Будьте ответственны и осторожны. Никаких экстраординарных явлений в июле пока не ожидается, но нужно быть готовым к тому, что все может поменяться. Долгосрочные прогнозы подразумевают вероятность исполнения менее 50%. Например, даже любое изменение скорости перемещения атмосферного фронта сильно влияет на качество прогнозов. На этом у меня все новости. Я, Марина Романюк, прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин